Каникулы для школьников закончились, но они остаются дома и продолжают обучаться дистанционно, в том числе воспитанники детской школы искусств. Еще до каникул здесь разработали свою методику. На пробном онлайн-уроке побывала наша съемочная группа. Катюша, привет! Ну что, начнем урок с тобой? Урбиштан, привет! Ага, привет, солнышко. Давай, у нас с тобой завтра будем записываться по видеосвязи, да? Сегодня мы с тобой прогоним первый тур. Давай, с чего начнешь? С анданта или с ольвита? Педагог детской школы искусств Ольга Родионова проводит дистанционный урок игры на гитаре. За 20 лет трудового стажа, по словам музыкального работника, пришлось преподавать разные формы обучения. Ведь бывает так, что ученики длительно болеют или уезжают с родителями в отпуск во время учебного процесса. Как раз этот опыт взаимодействия на расстоянии пригодился в сложившейся ситуации. Почти у каждого моего ребенка, ученика, есть либо ватсап, либо вайпер. Либо у их родителей должно быть либо ватсап, либо вайпер. Мы с ними связываемся по интернету, и дети мне проигрывают программу. Я какие-то напутственные слова говорю, что нужно отработать. Если, например, плохая связь, например, или ребенок маленький, или, например, родители очень долго на работе находятся. Есть такие родители, которые работают до 8-9. Значит, брат или сестра записывают его на видеосвязь, вернее, делают запись, отправляют мне, и потом я пишу, что нужно отработать. После окончания каникул дистанционное обучение под руководством Ольги Вячеславовны будут проходить 18 учеников. Все они готовы к онлайн-урокам. Впрочем, наладили связь не только музыканты, но и художественное отделение ДШИ. Преподаватель Елена Сумарокова продемонстрировал нам виртуальные картины своих учеников. У нас было домашнее задание, нужно было нарисовать обувь. Я им просто группу ВКонтакте у нас с ними создана, нам отправляла фотографию. И они мне домашнее задание посылали по телефончику. То есть я их всех смотрю, ставлю им оценку. Несмотря на пустые кабинеты, работа в детской школе искусств у педагогов идет полным ходом. В том, когда педагоги настроены очень положительно и очень решительно. Сейчас время каникул, у нас есть немножко вот это время для того, чтобы свою работу выстроить правильно, грамотно, с максимальным удобством для детей и для родителей. Используются все различные возможности выхода с детьми, связи. Ватсап, вайбер и электронная почта. И вот я хочу показать для образца. Вот уже теоретики, то есть это санфеджио, музыкальная литература, им скидываются задания, они отправляют ответы. И педагог распечатывает, проверяет и, если ошибки есть, помечает. То есть это вот неделя работы одного преподавателя. По словам директора детской школы искусств Ирины Пудовкиной, педагоги все время находятся на связи и готовы к плотному взаимодействию не только с учениками, но и их родителями.